Привет, друзья, я Олеся Медведева, а вы смотрите новый выпуск Ясно Понятно блога на канале Страна.юэй. Сегодня Печерский суд Киева избирает меру пресечения единственному задержанному на субботней акции в поддержку Сергея Стерненко, которая проходила возле здания Офиса Президента. Им оказался Владислав Стафичук, такой себе доброволец с позывным змей и одновременно с этим писатель, известный под псевдонимом Влад Сорт. Полиция инкриминирует ему хулиганство с использованием оружия, так как он был именно тем человеком, который разбил стекла на дверях здания ОП. Также полиция сегодня вручила подозрение еще одному организатору погромов на Банковой, Сергею Филимонову, который известен как сын Перуна. О нем я подробно рассказывала вот в этом блоге. Я предлагаю разобраться, друзья, чем же еще известен этот змей и вспомним еще интересные факты про сына Перуна. Смотрите до конца и все станет ясно и понятно. Для начала напомню, что 20 марта вечером состоялась акция в поддержку Сергея Стерненко, прям в его день рождения. А он, бедный такой несчастный, ну, по мнению тех, кто пришел на акцию, сидит в СИЗО. Ничего более креативного митингующие не придумали, чем разрисовать фасад здания ОП разными нелестными высказываниями в адрес Зеленского и Авакова, также украинской полиции. Все залили краской, пускали салют, нарисовали свастику, но один товарищ решил еще больше отличиться и разбил стекла в дверях. После погрома офиса президента полиция открыла уголовное дело, был задержан один человек, появилось видео, как этот самый человек разбивал стекла в дверях. Мы видим, что мужчина каким-то предметом, который он сжимает в руке, бьет по стеклу и стекло лопается, разбивается. К нему подходит другой протестующий, показывает, мол, ты че, и уводит в сторону. Мы видим уже разбитые стекла по факту. Полиции заявили, что единственным задержанным после этого погрома является уроженец Венинской области, 95-го года рождения, который раньше уже привлекался к ответственности за незаконное хранение оружия и боеприпасов. Позже выяснилось, что это Владислав Стофичук, известный как Влад Сорт. Ему вручили сообщение о подозрении в хулиганстве и с применением оружия. Прокуратура собирается ходатайствовать о круглосуточном домашнем аресте. Под суд, конечно, уже пришли товарищи побратимы, чтобы поддержать Сорда. Защита, разумеется, просит взять человека на поруки под личные обязательства. Но что он такого сделал? Изначально некоторые радикалы заявили, что это вообще мог сделать какой-то провокатор от полиции, а не кто-то из протестующих, но потом даже начали разгонять версию, что из-за петард, которые взрывались, понимаете, у Сорда обострился посттравматический синдром, так называемый ПТСР. Ведь он был на востоке Украины, а там у него травма, полученная от боевых действий. Но, тем не менее, на видео четко понятно, что делал он это намеренно, каким-то предметом, который он сжимал в руке. И этот предмет он, судя по всему, принес с собой. Влад Сорт родился в Винницкой области. В одном из интервью он рассказывал, что в 16 лет сбежал из домов Крым. В Симферополе он поступил в филиал Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Учился хорошо и даже получал президентскую стипендию. По его словам, даже в возрасте 20 лет купил себе квартиру в Крыму, представляете? А также практиковался в Верховной радиоавтономной республики Крым. На момент протестов он уже входил в Черный комитет, который потом влился в правый сектор. В интервью Украинформу Сорт рассказывал, «Знаете, я всю жизнь знал, что будет революция, война, было такое ощущение, но не знал, в каком порядке это будет. И вот избили студентов из всех источников, начинают поступать различные информации. А в какой-то момент мы с другом решили, что надо поехать и узнать правду». Он остался там на Майдане, вступил в правый сектор, а потом в составе правого сектора отправился на Донбасс. Там служил артиллеристом, под Иловайском получил ранение, но это было еще перед котлом. Его вывезли в больницу в Днепре и, по его словам, он, лежа там, узнал, что, возможно, не сможет ходить из-за травмы позвоночника. И тогда он попросил соседей по палате выйти, если решит подорвать себя гранатой, которая была у него с собой в рюкзаке. Однако спустя три месяца он встал на ноги. Спустя какое-то время вернулся на Донбасс, в Песке, под Донецком. Далее он вместе с другими добровольцами вышел из правого сектора и перешел в отряд мстителей имени Сергея Табалы в честь погибшего в Донецком аэропорту Киборга. Также Сорт рассказывал, что однажды принимал участие в боевых действиях, когда был уже введен режим прекращения огня. Это уничтожение вражеского блокпоста завершилось для нас плохо. Приехало ОБСЕ, военное командование и начали визжать, кто это сделал. Типа же перемирие было, но нас с того блокпоста обстреливали боевики. После этого нас, все добровольческие подразделения, приказали вывезти оттуда. Там только вооруженные силы наши остались, вспоминал Сорт. После этого он вступил в ряды 93-й бригады ВСУ, стал ее пресс-секретарем и даже выпустил сборник стихов, один из которых стал, кстати, гимном этой бригады. В 2018 году заканчивается его контракт с ВСУ, то есть по сути на Донбассе он провел около 4,5 лет. Когда вернулся на гражданку, сначала стал на учет в Центр занятости и волонтерил в организации «Ветеранское братство». Вместе со своей женой, на которой он, кстати, женился, будучи в АТО, основал ветеранское издательство с таким странным названием «Дим Хэмер». Там он публикует свои и чужие произведения. В частности, там вышла его книга, которая называется «Безодня». Это такой сборник милитари-ужастиков. Ну, а также Сорт публикует свои видеозаписи, как он читает свои стихи. Судя по его постам, в соцсетях он также был связан с демократичной Сакирою, которая относит к сфере влияния Петра Алексеевича Порошенко. Также его издательство «Дим Хэмер» поддерживает Сергея Стерненко, а также Антоненко, Дугарь и Кузьменко, которых подозревают в убийстве Павла Шеремета. Про Сергея Филимонова мы тоже знаем немало всего. Он, как и Назарий Кравченко, активный болельщик ультрас, а также профессиональный активист по заказу. Чтобы легче было себя ассоциировать с чем-то патриотичным, в Википедии он про себя написал, что он ветеран российско-украинской войны. Мы с ним тоже как-то встречались лично, как и с Назарем Кравченко. Их заказали против меня СБУшники. Кстати, были и СБУшники, но они любят ходить где-то там и смотреть, как их подопечные работают над провокациями. Насколько качественно выполняют свою работу. Но, судя по всему, ребятам решили показать, что надо чуть проще быть, иначе вот тебе, пожалуйста, подозрения. Статья, по которой избирают меру пресечения Владу Сорду, не такая уж и серьезная. Потому что там хулиганство с использованием оружия. Как я уже сказала, прокуратура просит домашний арест круглосуточный, а защита просит отпустить под личные обязательства. И знаете, скорее всего, для того, чтобы показать, что нельзя вот так вот сильно буяни, там политтаблички, выбивать стекла. Сорда все-таки отправят под домашний арест. Но потом, скорее всего, спустя какое-то время выпустят. Ну а что, человек, может быть, понял, что он был неправ. И вообще, видите, как он служил 4,5 года. И вообще у него ПТСР, может, ему грамоту надо дать. И вы знаете, что еще выглядит крайне странно? Вот эти все потуги Владимира Александровича, собрания, заседания с НБО, вот это санкции. Он хочет показать, что он сильный президент, который может принимать решения. Его все равно по слабости своей ассоциируют больше с Виктором Ющенко. И здесь в очередной раз, знаете, такая вялая реакция на откровенный вандализм, на откровенное неуважение, в принципе, к институту власти, к институту президента. Кем бы он там ни был, Зеленским или еще кем-то. И если даже будет созвано это внеочередное заседание парламента в пятницу, и там примут какой-то документ с осуждением этого погрома, все это не будет адекватным ответом президента. Ведь стены расписали не здание Верховной Рады и не писали, что там депутаты и слуги народа лохи или еще чего похуже. Оскорбляли лично Зеленского. Поэтому и ответ должен быть соответствующим, реальным и жестким, а не декларативным на какой-то бумажке, которую примут депутаты. И, собственно, механизм же такого ответа уже есть. Его же придумали на Банковой. Пожалуйста, соберите следующее заседание СНБО, запретите организации, которые принимали участие в погромах в субботу. Это было бы адекватно, это бы сохранило имидж власти, которая способна принимать решения и давать адекватные ответы на угрозы и вызовы. Но все, что пока получается, так это бороться с какой-то мнимой, фиктивной угрозой, а на реальную закрывать глаза или просто какие-то принимать декларативные решения, которые, по сути, ни на что не влияют. Такие дела, друзья. На этом у меня пока все. С вами была я, Олеся Медведева, ясно-понятно блог на канале Страна Юэй. Не забывайте подписываться на нас, нажимать колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Также пишите в комментариях, друзья, понесут ли ответственность люди, которые принимали активное участие в погроме или же были его организаторами, или же нет. Ну и совсем скоро с вами снова увидимся. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!